Всем привет, друзья, и этот ролик посвящен сборке ПК за 70 тысяч рублей. И возможно вы сейчас скажете, Брик, как ты смеешь вообще делать сборку ПК, тем более за такую большую сумму денег, при условии, что сейчас выходит новая Рязани, выходит новая видеокарточка с кодовым названием Ampere от Nvidia. Так вот, я надеюсь, что ребята с канала ProHitec не будут против, я вам покажу вот этот видос вкратце, просто картинку, заставочку, так что, если кому интересно, этот видос есть ссылочка в описании. ProHitec, привет! Это очень годный ролик как раз на эту тему, то, что стоит ли собирать компьютеры сейчас. Мы об этом с вами еще поговорим, когда будет идти речь про видеокарточку. Итак, первое, что я поставил в свою сборочку, это у нас с вами процессор. В роли процессора я взял Intel Core i5-10400F. Этот самый камень, который я хотел взять в сборку ПК за 50К, да ведь? Да, именно, просто была за 40, за полтинник, за 40, да, изначально не судьба была поставить этот камень. Так вот, i5-10400F, это новенький процессор с гипертрейдингом 6.12, пушечка. Технические спеки вы видите все вот тут, а также его цену. И касательно, опять же, цен на железо, я собирал этот конфиг, эту сборочку. Она у меня выходила, вот, у меня сейчас лежит тут краткий сценарий тезисный. Она выходила на 70692 рубля. Ну, а сейчас эта сборочка вышла на 72192 рубля. Все железо, опять же, куплено за реальные деньги. Ни один из вендоров тут не принимает участие. Так что за это не переживайте. Так, у нас, соответственно, цена выросла на 1500 рублей меньше, чем за неделю. Меньше, чем за неделю, полтора рубля просто ушло. Поэтому, касаясь вопроса, стоит ли собирать компьютер сейчас или потом, решать только вам. А если вы будете ждать, то ждите на свой страх и риск. Идем, друзья, дальше. И второй лот в нашей сборочке это кулер. Так как камень у нас имеет ТДП всего 65 Вт, то, соответственно, кулер нам дико крутой и не нужен. Достаточно того, чтобы был он тихий при адекватных температурах. С этим справится GAMOX 200T. Ничего сверхъестественного в кулере ожидать не приходится. Это обычный кулер с двумя тепловыми трубками. Вот он, соответственно, кулер. Более чем достаточно. Вообще, по идее, можно взять на самом деле намного проще кулер. Я уже взял так с запасом, для того, чтобы сильно не шумел. Кстати, знаете, ребят, в чем кайф делать сборки? Вот я не знаю, я люблю сборки делать. Одна из причин, это то, что тут не участвует никто из вендоров. Никто не говорит, расскажи вот это, расскажи вот эту техническую спиквит. Да, зачастую вендоры действительно просят рассказать важные какие-то технические характеристики, которые там можно упустить, там забыть про них сказать. Да, но когда ты прям вот тебе, ну по-русски говоря, наплевать на мнение кого-либо, ты просто снимаешь то, что ты хочешь. Это максимально кайфово. И за это я благодарен Geekbrains. Друзья, я не так давно начал задумываться о безопасности в сетевом пространстве, благодаря моему подписчику. Причем, эта предыстория не шутка, то есть не ложь, это правда. А этот подписчик работает в лаборатории Касперского. Я не могу сказать его имени, я не могу сказать его должности, но поверьте, должность там очень внушительная. К слову, даже небольшая утечка данных может поставить под угрозу любой абсолютно бизнес. И я понял то, что безопасность сейчас очень хромает. Соответственно, в этой области не хватает специалистов. Итак, удачно сложилось то, что спонсором этого ролика как раз таки является образовательная экосистема Geekbrains, в которой есть факультет информационной безопасности, который я вам хочу порекомендовать. Курс данного обучения подойдет тем, кто хочет освоить новую профессию, а также программистам, которые хотят получить знания в области информационной безопасности. Благодаря обучению вы получите базовый навык и программирование на языке Python, научитесь работать с командной строкой Linux, также по зубам станут основные компоненты веб по типу URL, HTTP, HTML, JavaScript и многие другие. А что еще интереснее, вы освоите безопасность веб-приложении, безопасность бинарных приложений, а также сетевую безопасность и криптографию. Очень круто, что преподавателями являются действующие спецы крупных компаний, а сам Geekbrains постоянно актуализирует знания. Занятие проходит в режиме онлайн. Вы можете задавать вопросы преподавателям, а также получать на них ответы. В обучении используется экспертиза Mail.ru Group IT-гиганта. И после его завершения Geekbrains помогает своим студентам с трудоустройством. Так что, кто хочет изменить свою жизнь, а также получить новую профессию, или прокачать свои навыки в области кибербезопасности, то переходите по ссылке в описании и смотрите программу обучения. И мы с вами переходим к лоту номер 3. Материнская плата. Это Gigabyte Ultra Durable H410M S2H. Данная материнская плата не обладает каким-то вау, супер, каким-то эффектом, но нам это и не нужно, потому что у нас процессор без индекса кей, у нас процессор, в принципе, на 410-м чипсете не погонится. Skylake goodbye. Но, тем не менее, материнка добротная. Ну и да, у нас тут присутствует NVMe накопитель, возможно, точнее, установки NVMe накопителя. Так что, всё окей-хокей. По функционалу, грубо говоря, эта материнская плата сильно так не отстаёт, и всё будет у вас в Тип-Топ. Лот номер 4. Оперативная память. Адата точно такая же оперативка, которая была в моей сборке пока за 50 тысяч рублей. Это оператор с CL16 латентность имеет. И частоту 3000 МГц. Вы, возможно, скажете, зачем 3000 МГц? Ведь у нас максимум можно выставить 2933, либо 2666. Короче говоря, вы выставляете 2666 МГц. Зачем брать, как я сказал, такую оперативку? Разница в цене между оперативкой, где частота 3000 МГц, и где 2666, составляет, если не ошибаюсь, 200 рублей. Вообще нисколько. А, там же скидка, как раз, да, скидка вот эти 200 рублей идёт. Да, всё, я завтыкал. На данный момент, да, действует скидка. На эту оперативку вот эти 200 рублей как раз и идёт скидкой. Соответственно, в цене разница составляет шишел-мышел, пёрнул-вышел. И идём к следующему лоту, друзья мои. SSD диск. Какая же сборочка ПК за 70 тысяч рублей без SSD? SSD диск на 240 ГБ, то есть SSD накопитель, не совсем диск, правильно говорить, накопитель. Но в чём фишка этого SSD-шника? Во-первых, его цена. И при такой цене, которую вы видите сейчас вот тут вот, потому что, опять же, я не знаю, какую мы цену тут пропишем, потому что у меня неделю назад цена была одна, сейчас цена другая. Чёрт его знает. Особенность этого SSD-шника в том, что тут интерфейс подключения PCI-Express 3.0 x4. Скорость чтения 2.100, если не ошибаюсь, а скорость записи, к сожалению, не 2.000, но всё равно выше в 2 раза, чем у обычного SATA-шного SSD-шника. Составляет скорость записи 1.100, там. Тысяча ровно? Тысяча ровно, вот. Комар. Жёсткий диск WDBLU на 1 дробайт, стандарт, под игры, 7200 оборотов в минуту. Ничего больше про него рассказывать не стоит. Обычный hard, топовый, за эти деньги. Топ-дин я его всегда беру. Не знаю, WDBLU, кайф. Master Digital. Моё сердце так же, ваше, так же, как и компания Intel. И мы переходим к следующему лоту. Следующий лот у нас блок питания. Блочок я взял от компании FISP. Итак, это, друзья мои, обновлённый пионер. Забудьте про ту некрасивую обложку. Наконец-то в пионерах-прошках появилась чёрная краска. Они познали дзен, и по 12-вольтовой линии у нас идёт 504 ватта. То есть, 600 ваттник сам блочок. 500 ватт, короче, по 12-вольтовой линии. Этого более чем достаточно будет для нашей сборочки. И мы с вами переходим к последнему лоту в данной сборочке. А именно видеокарточке. Какую же видюху я поставил сюда? Это RTX 2070. Это не самая лучшая модель от Гигабайта, скажем так. Это, в принципе, не самая лучшая модель не только от Гигабайта. Она очень горячая, она греется. Но наша задача была такая. Получить максимум FPS за каждый потраченный рубль. То есть, наша задача сделать максимально производительную сборочку. Я мог поставить 2060 в эту сборку и взять её от Strix. Да, там, Isus Strix. Красивая вся с подсветочкой и тому подобное. Но FPS будет меньше. Поэтому берём эту видюху. Она кайфовая. Всё ок. Графический процессор у нас здесь. 2070. Сама видюха выглядит следующим образом. По ней уже видно то, что это далеко не самый шик. Вот вы сейчас видите крупным планом. Ну, короче, это одна из самых-самых дешёвых видеокарт. Но в отзывах пишут то, что температуры, к сожалению, не самые лучшие. Но мы с вами в тестах посмотрим на неё. Почему нет? Мы тесты, возможно, даже проведут чуть подольше. Короче говоря, температуры вы сами увидите. Но если вы переживаете, то бояться, опять же, нечего. Потому что гарантия на данную видеокарту от производителя составляет 3 года. И вот возвращаясь к теме той, почему я собрал, делаю сборку сейчас. Друзья мои, всё, что вы видели в этой сборке, за исключением видеокарты, очко убрать на себя риски. Но, наверное, всё-таки я бы рекомендовал собирать, делать это всё, покупать точнее сейчас. Потому что в дальнейшем есть риск повышения цен. И смотрите, даже если вы хотите дождаться новых видюх ампер, имеет смысл вот это всё остальное, кроме видюхи, купить сейчас. Потому что в дальнейшем цены могут вырасти. На Рязани четвёртого поколения не ждите адекватных цен. Я вам гарантирую, они будут стоить космических денег. Так же, как вот просто B555, чуть не сказал, B550, материнки показали себя. А когда вы берёте B-чипсет за 10 тысяч рублей, это, мягко говоря, полный трындец. Это уже говорит о том, что это уже первый звоночек о том, что новое поколение Рязани будет дорогим. Оно будет оверпрайс на первое время. Потому что ритейлеры магаза будут взвинчивать цены просто до небес. И та же самая история, к сожалению, может повториться и с амперами. И сейчас курс нестабилен, опять же, вся эта хрень. И делать сборку на другом железе я не вижу смысла на самом деле. 10-400F нормальный камень, реально годный камень за те деньги, за которые он продаётся. Поэтому всё вот это можно купить сейчас. И дальше вы решаете сами, покупать видеокарту сейчас или вы ждёте ампер. Потому что амперы вроде как обещают быть очень производительными в плане трассировки. То есть, производительность в трассировке лучей должна вырасти очень-очень сильно по сравнению с этой линейкой. То есть, так говоря, угропробник пера был у NVIDIA. Посмотрим, посмотрим. NVIDIA должны мне прислать все свои видюхи на обзоры. Поэтому, я думаю, вы одни из первых, кто на YouTube увидит действительно обзоры ампер. Я постараюсь сделать их максимально честными и справедливо. Так что не переживайте, всё будет прям фэн-шоу. Итак, друзья, корпус. Смотрите, есть отличное предложение. Как вы можете сделать уникальный и максимально крутейший компьютер в своей жизни. И быть первым пацаном на районе. Просто бомжа Валеру с помойки дайте ему пить, он либо за бутылку, он вам сколотит из коробок, из ящика какого-нибудь. Я не хочу эту херню говорить. Нет, это мантреан нуля, я не хочу. Короче, это он, это вот эта подлюка, сидит за камерой, запикаешь мой мат, сидит за камерой. Это он дописал в сценарии про корпус вот эту хрень. Я не буду это говорить. Но если вдруг кто-то из вас захочет уникальный корпус, я рассказал, что вы можете сделать. А если говорить по-серьезному, то корпус, сборку пока за 70к, брать с авито, серьезно, я не хочу. Но вы можете найти хороший корпус за двушку, наверное, думаю, да, за двушку 40 стеклом на авито можно найти. Либо за 3-3,5 тысячи рублей, соответственно, в самом магазине. Соответственно, в данный момент эта сборка вся вышла в 72 тысячи рублей. Сюда плюсуем пару тысяч, если вы берете с авито корпус, либо тысячи 3-4, если берете из магазина. За 3-4 тысячи можно найти прям кайфовые корпуса с USB 3.0 на передней панели, соответственно, 40 стеклом и прочее. Ну а сейчас я и так очень сильно затянул видос. Переходим, друзья, к тестам. Приятного просмотра. Ну и первая игра на тесте это RDR 2. Full HD разрешение максимальной настройки графики. И пока что, друзья, я прошу вас не обращать внимания на температуру видеокарты, ибо они выше. Ибо тут используется попросту бетчмарк, и видюха не успела нормально нагреться. Ну а вот на процент загрузки процессора обратить внимание стоит. Как я ранее и говорил, 10400F очень лакомый процессор. Особенно с учетом того, за какую цену он продается. Ну а также в левом нижнем углу вы можете увидеть более детальные расширенные показания FPS. Так вот, средний FPS составил 47 кадров в секунду. И если вы скажете, что этого мало, как же так, сборка ПК за 70 тысяч рублей. Некоторые настройки графики можно снизить и добиться более высоких показателей FPS. Дело в том, что в RDR 2 очень гибкая система настроек. Я решил прогнать эту малышку по максимуму, поэтому выставил все на ультра. Хотя некоторые настройки графики жрут незаслуженно много ресурсов компьютера. Ну а вторая игра на тесте это Detroit Become Human. В этот раз уже Quad HD разрешение и ультра пресет настроек графики. Ну и так как у меня лог на 60 кадрах, поэтому вы видите максимальный FPS равный 60 кадрам. Но по проценту загрузки видеокарты мы с вами понимаем, то что не будет даже этого лога, больше 100 FPS в игре бы не было. Но один хрен, у нас Quad HD разрешение и ультра. И причем это невероятно крутейший AAA проект с качественным графонием. Да, к слову, я решил первую миссию пройти максимально быстро, поэтому смотрите, что у меня получилось. Ты вооружен! Нет! Я без оружия! Ты врешь! У тебя пистолет! Я говорю тебе правду, Даниэль! Если умру я, умрет она! Ты слышишь? У тебя произошел программный сбой. Тебя починят, и все снова будет хорошо. Вот не надо меня чинить! Я знаю, что я исправен! Просто у меня глаза открылись! Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Все, ситуация под контролем. Я хочу, чтобы все ушли! И... и... и автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Я забил собираю! Отъеду от города! Отъеду от города, отпущу ее! Отдんетю. И, че начали врагов. Прикажи им, vice-третье. Откажите по моему мнению. И да, ребят, если кто из вас не играл в Детройт, то я искренне, прям всем сердцем вам завидую. И я, скорее всего, буду игру проходить в третий раз, потому что я вот сыграл первую миссию, и все, снова, вот прям забилось сердце, да, 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 да. Ну и третья, и не последняя, внимание, не последняя игра на тесте, это Call of Duty Modern Warfare, Full HD разрешение и ультра настройки графики. Ну и средний фпс тут составил 116 кадров в секунду, так что если вы себе собираете подобный компьютер, то я крайне рекомендую брать мониторы под такую сборочку от 120 герц и больше. Поверьте мне, оно того стоит. 60 герц постепенно уходит в прошлое. И да, вот вам немного мелоты, потому что кошка не дает мне покоя, она даже не дает нормально записать мне видос. Ну и последняя игра на тесте, это Death Trading, Full HD ультра. И я решил просто ради интереса сравнить с моей прошлой сборкой ПК, а именно за 50 тысяч рублей. Чисто больше для себя и просто посмотреть, имеет ли смысл доплачивать 17 тысяч рублей для того, чтобы получить сборку ПК за 70К. Это можно увидеть в цене одного фпс. Если бы цена была плюс-минус такая же, то тогда да, имеет смысл. Но, друзья, не стоит полностью вообще обращать внимание на этот тест, потому что на RTX 2070 трассировка лучше, а также процессор сборки за 70 тысяч рублей проживет дольше. Ну и попросту потому, что это всего лишь одна игра. Грубо говоря, четвертый тест сделан больше по фану. Ну а что, тесты вы видели. Решать только вам. Сборка крутая получилась, либо не очень. Но, опять же, лучше что-то собрать крайне проблематично, потому что цены, как я и сказал, очень кусаются. Мы взяли одну из самых дешевых, и так 2070. Проц у нас с запасом на будущее есть, типа, проц кайфовый. Так что тут все окей. Ну а какой корпус я использовал сборки, вы видели раньше. Там текст, я надеюсь, при монтаже. Мой братишка все вывел, короче, все, бежит. Ну а на этом все, друзья. Спасибо, что смотрели этот ролик. Я буду откланиваться. Всем удачи, до новых встреч. Увидимся совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok